Приветствую всех зрителей моего канала и сегодня я снимаю видео, которое я уже анонсировала, как такое несколько странное на данном этапе видео для моего канала, но мне кажется, что раз вы уже зашли его посмотреть, значит вам под каким-то предлогом все-таки это интересно. Да, почему я решила поднять эту тему, потому что просто сама столкнулась с гениальным решением в данном вопросе и сейчас вам об этом расскажу чуть поподробнее. Я думаю, что это, конечно, будет интересно больше девушкам, но мужчинам, у вас же тоже есть любимые девушки, вот может будет интересно им. Так, вопрос удаления лишних волос, я думаю, это актуально для всех, всегда во все времена было и будет. И самым элементарным средством для того, чтобы эту проблему решить, является вот такая вот бритва. Этим я пользовалась энное количество лет, то есть здесь просто покупаются сменные кассеты и, казалось бы, вопрос решен. Но на самом деле это дело меня очень давно перестало устраивать и я начала искать какие-то пути выхода из данной сложной ситуации, потому что на самом деле я и просто веду активный образ жизни, и танцую тоже, не должно быть всякой лишней растительности. Вот, и, короче говоря, боролась я с этим долго и нудно и начала я, я пробовала, у меня есть эпилятор, я не буду вам его уже показывать, он такой старенький, браун, по-моему, с силкой пил какой-то из самых первых эпиляторов, там, со всеми с бритвенной насадкой, с еще чем-то там. Короче говоря, это все длинная и страшная история, это было очень больно. И я поняла, и, собственно, потом это подтвердилось, что эпилятор гораздо больнее воска, хотя бы потому, что во время депиляции воском у вас происходят единовременные неприятные ощущения. То есть лично для меня, у меня, в принципе, очень низкий болевой порог, то есть меня не так тронет, мне уже больно, поэтому я думала, что я просто не смогу это терпеть, но на самом деле воск у меня ассоциируется просто с неприятными ощущениями, в то время как эпилятор все те 3,5 раза, что я пыталась им пользоваться, ассоциировался у меня исключительно с просто болью, потому что эти металлические пинцеты, сколько-то там их, 40 или 60 штук, всю дорогу вот ты ведешь его по ноге, выдираются эти волосы, короче говоря, это реально очень больно, и больно все время, потому что вот воск, это неприятно только, когда, собственно, вы отрываете эту полоску. И начинала я с вот таких вот всяких, опять же, не смотрите на фирму, потому что здесь абсолютно такая сборная солянка, вообще все, что осталось. Вот, начинала я с вот таких вот полосок, то есть это полоски с уже нанесенным воском, их должно было быть 12, короче говоря, их осталось 4, я не знаю, им уже 100 лет в обед, мне даже страшно смотреть, есть ли у них где-то срок годности, и, по-моему, им уже пора, но надо их как-то домучить, но они мне дико не нравятся. Во-первых, вот эти вот полоски, это гораздо больнее, чем обычные тканевые полоски, мы до них еще дойдем. Значит, как эта штука действует, если кто-то не знает, она либо растирается вот таким вот образом в руках, либо кладется на батарею, потом эта полоска вот здесь так разделяется, и получается две полоски с воском, прикладываете к ноге, отрываете. Во-первых, да, вот с этими полосками у меня связаны тоже достаточно сильные неприятные ощущения, опять же, не могу назвать это болью, но это очень неприятно, да. Не знаю почему, возможно, потому что здесь не ткань, а такая вот как пластик. Короче говоря, вот эти вот полоски меня мучили, и так они вот и лежат, я не знаю, нужно как-то их уже закончить, потому что выкидывать жалко, я не знаю, может быть, отдам своим подружкам, если они увлекаются вот именно такими полосками, потому что я знаю, что есть люди, которые пользуются исключительно вот такими готовыми полосками, но я не любитель. Также приобрела вот такие полоски прошлым летом, но они у меня, я их пересчитала, их в коробке вот должно было быть 16 полосок, вот здесь их и есть, вот 3, 4, 5, 6, 7, 8, вот на 2 поделить, это и есть 16. Единственное, что хорошее в этих полосках пока что, что они пахнут ванилью. Я еще не пробовала, но мне кажется, будет принцип тот же, потому что, опять же, каждая эта полоска, это пластик, то есть это материал, который никоим образом, ни под каким предлогом нельзя назвать тканевой основой. Поэтому вот эти вот две грустные кучки пока что еще остаются лежать, и абсолютно никакой пользы мне пока что от них нет, даже не знаю, если честно, куда их деть. Далее было у меня приобретение, которое, тоже, по-моему, вторая моя банка, которым я пользовалась где-то год, да, ровно год я уже пользовалась вот такими вот банками. Это, опять же, воск, не обязательно фирмы ВИД, то есть фирма может быть любая. Я сегодня, кстати, видела, что этот воск есть в банках абсолютно каких-то неизвестных мне фирм, но я брала вот такой вот, он стоил тогда больше 100 гривен, по-моему, даже 120 или что-то такое, ну, явно больше 100, я помню. У меня тогда еще подарочная карточка была, так что я его взяла. Но сейчас я смотрела, 80 гривен вроде как стоит такая банка. Значит, что здесь у нас есть? Здесь у нас есть такая деревянная лопаточка, и вот здесь вот, она уже, конечно, такая временью потрепанная, вот здесь вот, вот эта синяя штука. Вы перемешиваете разогретый воск, и если воск слишком горячий, здесь появляется очень четкое слово no, то есть воск использовать нельзя. Так, идет вот такая вот банка, банка с воском, даже не знаю, сколько здесь, если честно, 250 миллилитров. Здесь банки хватает раза на 5-6, то есть такого щадящего использования раз на 5-6 вполне хватает. И в комплекте у меня здесь уже лежит все, что только можно. Кстати, здесь, боже, действительно, чего только нет. Здесь лежат эти салфетки, которые шли в комплект к вот этим вот полоскам, я их всех сюда положила. Вот это вообще не знаю, а это тоже отсюда. Я нашла запасную полоску, слушайте. Вот ее мне не хватило в прошлый раз, надо было глубже рыть. Так, и еще одна, это салфетки такие, которые снимают остатки воска, но на самом деле про снятие остатка воска сейчас еще расскажу. Да, идут вот такие вот тканевые полоски. Полоски очень классные, хотя бы потому, что они очень мягкие, очень тонкие, видите, то есть оно на свет просвечивается. Очень тонкие, такие тканевые. И очень классно, что эти полоски, они многоразового использования. То есть этот воск, вообще воск видно, сколько я знаю. Не знаю, насколько вот остальные воски подобного вида, то есть горячий воск, который разогревается. Этот воск, он больше похож на шугаринг. Я думаю, кто знает, вот шугаринг, да, вот эти все варки таких паст для удаления волос, когда основой в этой массе всей является сахар, который растворяется в воде. Вот этот конкретный воск, и воск, насколько я помню, с этих полосок, он растворяется в воде. И все эти полоски можно использовать несколько раз. Да, они противные, липкие. Я просто кладу их, набираю куда-нибудь у теплой водички, кладу это и оставляю. И когда я прохожу, я просто достаю из воды вот в таком вот виде, только мокрые, абсолютно чистые полоски. То есть на данный момент, видите, они абсолютно себе вменяемого вида, но они использовались уже раз так 5-6. То есть вот это вот очень выгодно многоразово использовать. Что еще очень классно в этом воске, он немного тут залипает, я его вчера пыталась открыть, потому что на резьбу попадает сам воск, и потом так он плохо открывается. Вот видите, здесь у меня еще так чуть даже больше половины банки. То есть он абсолютно сейчас картонный такой, каменный скорее даже. Видите, я его трясу, то есть ну ничего, он никуда абсолютно не собирается, вот никуда ему не надо. Что в этом воске очень классно, это его божественный запах. Запах действительно просто такой, что просто сидел бы и нюхал. Такой сладко-цветочный, но не приторный, действительно очень классный. И вот эта вот лопаточка, она вот сюда становится, в это углубление, и не падает. Значит, преимущество этого всего, что его очень легко разогревать. Там есть очень подробная инструкция, нет, таки закрою. Там есть очень подробная инструкция, смотря сколько у вас в банке находится воска, там есть, по-моему, он разогревается минута полную банку, но у меня было много. То есть я когда минуту грела, я перегрела. Вот такую вот наполовину полную банку где-то секунд 40, и если в банке меньше половины, 30 секунд она разогревается, это если в микроволновке. Если вы разогреваете, например, на водяной бане, там какое-то другое какое-то время, ну, в принципе, это очень удобно. Единственное неудобство, вернее, неудобств два. Первое неудобство это то, что воск в процессе, то есть вы его разогрели в микроволновке, и никакой дальнейшей термической обработке он не подвергается. То есть вы открыли банку, куда-то там зашли, куда вам надо, там в ванную, например, поставили это все дело, сели, разложились, и пока вы проводите все необходимые вам действия, воск просто элементарно застывает. Ну, конечно, он не застывает до вот такого вот состояния, как я сейчас его вверх ногами трусила, но он застывает до очень густого состояния, и его вот этой лопаткой уже просто очень тяжело размазать по ноге. То есть он берется таким комком, и ты пытаешься его размазать, а он уже не размазывается. Поэтому получается очень толстый слой воска. Во-первых, это неудобно, то есть он так не отрывается, а так как, не знаю, как скатывается. Короче говоря, кто пользовался, я думаю, понимает, о чем я. Да, значит, во-первых, неудобно его наносить вот этой лопаточкой, неудобно отрывать, то есть само неудобство процедуры, и плюс еще идет, конечно, перерасход воска, потому что вам столько не надо, сколько вы по ноге начинаете размазывать. В принципе, я была бы довольна этим способом, но единственное, что меня раздражало, действительно, то, что его в процессе, если у вас это занимает хотя бы минут так 15, то вам нужно будет его дополнительно ходить разогревать. Но потом, буквально, я не знаю, где-то месяц назад, поняла я гениальную вещь, я слышала, что такое воскоплавы. Я думаю, вы все тоже слышали, и все думают, что воскоплав это такая огромная бадья, в которую ставится банка с воском и плавится. На самом деле, сейчас техника уже шагнула гораздо дальше, и я добралась до того метода, который мне безумно нравится, и я не знаю просто, как я без него жила раньше, и я очень хочу с вами поделиться, и я не знаю, я всем своим подругам, наверное, по такому подарю, потому что вещь гениальная. Опять же, не смотрите на фирму, я вам покажу потом, если интересно, как это называется, накладную, то есть я все это купила за свои деньги, мне никто ничего не давал, не знаю, к счастью или к сожалению. Значит, приобрела я все это в Киеве, хотела я, я сначала узнала, что такое бывает. Узнала я это, и услышала, что можно покупать на всяких китайских сайтах. Полезла я на Байнкоиц, нашла этот воскоплав, нашла все эти картриджи, да, кстати, воскоплав называется картриджный. Значит, полезла я на Байнкоиц, посмотрела, да, есть всякие классные эти воскоплавы, воск с разным там запахом, и думаю, да, надо заказать, и хорошо, что я уже все это положила в корзину, у меня просто завис, завис этот сайт, и я не смогла сразу оформить заказ, и полезла искать по киевским магазинам, в итоге я нашла это еще дешевле, то есть если воск, один вот такой вот картридж стоит 20 гривен, сколько здесь миллилитров, 100 грамм здесь, 20 гривен стоит один такой картридж, то на китайском сайте картридж стоил где-то в пересчете на гривны-гривен 40. То есть я выгодила очень сильно, плюс еще это все можно самовывозом, но на самом деле магазинов огромное количество, которые это по Киеву продает, возит, то есть в моем случае это был не магазин, это была, ну как, это была фирма, которая торгует косметологическим оборудованием, то есть там есть огромное количество всего, но выбирала я между сайтами шестью, по-моему, разными, и, короче говоря, выбор этого добра невероятно велик, давайте я вам покажу, собственно, как выглядела упаковка этого воскоплава, я его так аккуратненько положила туда внутрь, так, и сейчас будем его отковыривать, производство это Украина, то есть тоже приятно поддерживать национального производителя, собирают, конечно, наверное, хотя, да, вырублено в КНР, то есть сделано в Китайской Народной Республике, но почему-то где-то я читала, а, замовник, да, заказчик украинский, хотя где-то я читала Made in Ukraine, я не знаю, где я это начиталась, данная модель воскоплава, она подходит для кассет 100-граммовых, то есть таких стандартных 100-граммовых кассет, внутри есть инструкция, инструкция самая подробная, вплоть до включите в розетку, подождите, пока зажжется лампочка, короче, это, ну, реально, может кто угодно его включить, я брала воскоплав самый простой, есть вот такие вот воскоплавы, которые со шнуром, есть более крутые, то есть вот этот вот стоил, сейчас даже посмотрю, 145 гривен стоил вот такой вот, есть за 170 с чем-то уже, которые идут на базе, то есть он стоит на базе, у него целая куча разных насадок, какой-то еще, какого-то добра, на самом деле, мне все это, если честно, не очень надо, я не понимаю, зачем вообще все эти премудрости, здесь единственное, что есть, это индикатор температуры, то есть индикатор, когда воскоплав подключен к сети, и окошко, чтобы смотреть, сколько воска у вас осталось, вот сюда подключается шнур, вот он, собственно, шнур, кстати, достаточно длинный, я не знаю, сколько здесь, ну, метра полтора точно есть, так что должно хватить, элементарный прибор, снимается крышка, вот, и здесь такие две нагревательные пластины, туда засовывается картридж с воском, ну, возьмем какой потемнее, чтобы было хорошо видно, кстати, картриджи эти тоже есть, они все стоят по 20 гривен, хотя я видела какие-то и по 15, что-то такое, короче говоря, берете вот этот картридж, берете, засовываете вот туда вот воскоплав, засовывается он, насколько я так понимаю, любой абсолютно стороной, единственное, что засовывается он достаточно туго, для того, чтобы когда вы им будете пользоваться, он у вас, то есть вы будете переворачиваться, чтобы он просто не выпадал, да, это у меня новый, я не стала уже показывать полуживой картридж, значит, здесь ролик, ролик крутится, воск разогревается, вы видите, сколько воска здесь находится, переворачиваете все это дело, наносите на тот участок, на который вам нужно, кстати, есть еще тоже вот эти картриджи 100 граммовые, но они с более узким роликом, то есть если вам нужно на какие-то другие участки наносить этот воск, на подмышки, на зону бикини, не знаю, что вы там, для чего вы еще решитесь, то можно взять для этих целей специальный картридж, такой же вместительности, но с более узким роликом, это будет очень удобно, я пока что, честно вам скажу, на такое еще не решаюсь, но пробовать собираюсь, значит, вот, элементарно все это разогреваете, воск становится теплым, потому что сейчас он, видите, опять же, абсолютно деревянный, и там сидит, и никуда не собирается, значит, разогреваете все это дело, переворачиваете, наносите это все на нужный вам участок, ставите, прикладываете полоску, и отрываете, не знаю, возможно, я вам сейчас на данный момент уже показала какие-то видеофрагменты того, как это страшное дело происходит, я уже не буду прям какие-то животрепещущие подробности сюда включать, все-таки, чтобы не травмировать хрупкую психику, возможно, кто-то смотрит, кто на такое дело еще не решается, и вот такие вот полоски, они продаются огромными такими тюками, например, я приобрела в том же магазине, у меня были, но раз уже я закупалась, потому что по городу это достаточно тяжело найти, возможно, я просто точек не знаю, таких, которые нужны, я все время покупаю вот эти полоски, потому что огромным недостатком конкретно вот этих вот восков, то есть все воски, которые являются настоящими восковыми продуктами, а не вот более продуктами, как считающимися для шугаринга, настоящие воски не смываются водой, эти воски смываются только маслами, поэтому полоски, которые предполагаются одноразовыми, действительно становятся одноразовыми, как это не прискорбно, я покупаю вот такие вот пакеты по 100 штук, на самом деле, опять же, фирма, это просто я сейчас купила, на самом деле, эти полоски могут быть какой угодно фирмы, главное, чтобы покупать, не знаете, вот в таких вот каких-то красивых упаковках, да, картонных, там, где 10 этих полосок будет, там в 3 дорога, вот эти вот 100 штук я купила, давайте я вам сразу покажу, не знаю, здесь, кажется, моего адреса нигде не написано, так что, я думаю, можно продемонстрировать, вот, вот так вот у нас все это выглядит, так, 145, вы видите, это нагревательный прибор, папир 35, да, 35 гривен стоят вот эти вот 100 штук, потом воск в кассетах по 20 гривен, вот я взяла его, по идее, 3 штуки, а, да, я одного взяла, одного взяла, одного и того же 2 штуки, и еще за доставку я заплатила, так что, вот видите, никто мне это не прислал, кроме того, к этому воскоплаву была еще гарантия, и что меня дико удивило, огромное количество документов, я думаю, что это связано с тем, что данная фирма торгует продукцией для косметологических салонов, и если человек пришел на процедуру, он может абсолютно спокойно потребовать, сказать, дайте мне там какую-то санитарную, как это там хоть называется, санитарно-эпидемиологичную экспертизу, высновок, короче говоря, я плохо говорю по-русски, да, вывод, наверное, санитарно-эпидемиологической экспертизы, так, вот это, собственно, этот вывод на, вот здесь я не знаю, насколько вы увидите, на ткан-на-тканына, то есть это санитарный вывод на ткань, можете себе такое представить, на ткань, то есть даже не на прибор, который там включается в розетку, да, и теоретически какой-то вред может принести, то есть огромное количество этих документов, я вообще в шоке была, если честно, все с печатками, все с датами, все так серьезно, значит, отдельно на воск один, тоже самый вывод, потом, господи, ну что это, это на воск другой, вот эта страшная вещь, это на сам аппарат, то есть видите, какой-то другой образец, и это тоже на аппарат, и интересно, почему, собственно, их два, а, это сертификат видповидности, сертификат соответствия, это, опять же, вывод санитарно-эпидемиологической экспертизы, короче говоря, огромная куча всего, вот это вот действительно гениальная вещь, потом это все вот просто, закрывается, в принципе, я храню воск этот внутри, сейчас я вам все это разобрала, для того, чтобы вы увидели, как это все поступает к вам, ну, в принципе, вот так вот я его и храню, и особо по этому поводу не парюсь, единственное, о чем вам нужно будет подумать, если вы решитесь действительно на депиляцию воском, это о том, чем вы этот воск будете смывать, потому что у меня такое было, первый раз, когда я пользовалась таким настоящим воском, я была свято уверена, что он смоется у меня с водой, в итоге я его отдирала чуть ли не вместе с кожей, ну, в принципе, воск нормально удаляется любым маслом, я пробовала даже подсолнечным, но подсолнечным, это, конечно, совсем уже, любым маслом, там, какое у вас есть для волос, там, какое-нибудь масло виноградной косточки, я не знаю, там, какое-то тыквенное, ну, огромное количество, репейное, ну, что хотите, я приобрела вот такую вот специальную смесь, она есть, тоже разных фирм, в принципе, даже не столько, вот, это все продается дело в аптеках, не столько даже, вот, это какая-то маленькая бутылочка, здесь, если честно, очень мало этого масла, здесь всего 115 миллилитров, здесь смесь из разных масла, написано специально косметическое масло после эпиляции, оно какой-то там успокаивающий эффект, там, какие-то эфирные масла и так далее, на самом деле, это все, по-моему, лишние примочки, также, если вы будете покупать вот такие вот приборы, посмотрите, там обязательно на сайте должен быть раздел, с всякими средствами до эпиляции, после эпиляции, на самом деле, средствами до эпиляции я не пользуюсь, я не пользуюсь никакими скрабами до эпиляции, не знаю вот почему, но как-то не складывается у меня с этим дело, оно мне просто не нужно, у меня нет проблемы в растающих волосков, у меня нет, опять же, проблемы болевого, какого-то жуткого синдрома, что я там, я не знаю, закусываю губу, лезу на стенку, на самом деле, вот в инструкции к этому прибору даже написано, что не задерживайте дыхание во время отрывания полоски, там как-то дышите ровно, потому что вот когда вы задерживаете дыхание, увеличиваются болевые ощущения. На самом деле я не знаю, ничего такого я не замечала, мне кажется, это скорее всего дело привычки, а вот если уже совсем на чистоту говорить, это скорее всего дело, ой-ой-ой, мне сейчас будет больно. Потому что когда я первый раз делала эпиляцию воском, если честно, по-моему, я выдержала только одну ногу, а вторая нога, знаете, как в анекдоте, да, одну ногу побрей с тонком, вторая пусть отрастает. Вот практически то же самое у меня было, я не смогла, по-моему, добраться реально до второй ноги, ну, жутко было, и потом на второй раз, когда я опять же решилась через какое-то неопределённое количество времени, я просто, я попробовала, я оторвала одну полоску, я посидела и подумала так, что это сейчас было, почему мне не было больно. Я думаю, что самая главная боль, она идёт у нас не от волос, откуда там нам надо их удалить, она идёт у нас из головы. Поэтому изначально не настраивайтесь на то, что ой, сейчас мне будет больно. У меня практически вот уже со второй, то есть не практически, а со второй депиляцией воском, то есть не вот этими вот полосками этими стеклянными пластиковыми, а именно таким воском уже нормальным, который наносится в жидком виде, уже со второй процедуры мне больно не было абсолютно. Это, ну, я не буду врать, я не говорю, что я получаю какое-то огромное от этого удовольствие, это неприятно, но сказать, что это больно прям, ну, ну, это не больно, серьёзно. Это абсолютно не больно, поэтому вот этот прибор, он сейчас со мной вообще везде ездит, куда только можно, и я его, главное, его за собой возить. Ну, с полным картриджем он весит, я не знаю, ну, в принципе, он лёгенький, видите, то есть абсолютно не весит он, как гиря. Ну, это с полным картриджем, если картридж будет более пустой, то, конечно же, весить он будет меньше, потому что здесь основной вес, это всё-таки вес картриджа и ролика, потому что вы видели, там внутри только сам пластмассовый корпус и две металлические нагревательные пластины, всё, больше ничего там особо тяжеловесного нет. Поэтому, серьёзно, присмотритесь к вот таким вот аппаратам, опять же, повторю, в 258 раз не обязательно этой фирмы, а абсолютно любым аппаратам, то есть, мне кажется, все эти аппараты я специально не брала какой-то особо навороченный, потому что мне кажется, что они все вообще друг на дружку похожи, единственное, что нужно, это эти нагревательные пластины, которые нагреют этот воск, то есть, всё, вам больше особо каких-то примочек для этого абсолютно не нужно. Кстати, огромным плюсом вот этого нанесения перед вот этим вот воском является, во-первых, то, что вы его всегда можете опять включить в розетку и подогреть, во-вторых, благодаря вот этому ролику, во-первых, когда я выбирала воскоплав, я очень обрадовалась тому факту, что не идёт, то есть, не вставляется как-то внутрь картридж, а ролик заводской на самом воскоплаве, потому что, если честно, думала, что это именно так и работает, потому что, сами понимаете, ролик может прийти в негодность, а аппарат с нагревательными пластинами, ему как бы ничего страшного с ним, я думаю, не случится. Во-первых, очень хорошо, что ролик отдельный на каждом картридже, это, во-первых, хорошо, и, во-вторых, хорошо, что этот ролик, вот здесь достаточно маленький зазор, я думаю, вы видите вот с этой стороны, короче говоря, воск наносится очень тонким слоем, то есть, вы никогда в жизни не нанесёте вот такой вот огромный какой-то слой, который даже полоской не с первого раза оторвёт, как вы можете с вот этим вот воском поступить, если он вдруг у вас остыл, загустел, и происходит это, знаете, как всегда неожиданно, вроде только что было нормально, а сейчас уже как-то не очень, поэтому присмотритесь к вот таким вот штукам, для меня это невероятное было открытие, и сказать, что я довольна, это вообще ничего не сказать, я безумно довольна, единственное, что пока что не решаюсь я на вот эти картриджи для всяких с более узким роликом, для всяких мест, которые не являются ногами, вот как-то, не знаю, не могу я решиться, во-первых, потому что мне кажется, что для зоны подмышек всё-таки это очень будет так страшновато, хотя бы из тех соображений, что на ногах у нас всё-таки, как я думаю всем известно, волосы растут в одном направлении, а в зоне подмышек волосы растут в двух направлениях, поэтому да, если вы не присматривались, присмотритесь, они растут в двух направлениях, поэтому, конечно, не уверена я, что решусь в ближайшем времени на такие эксперименты, кстати, у меня ещё где-то был депиляционный крем, но кажется, кстати, я его вам не показала, это единственный, а, эпилятор я вам не показала, и ещё были у меня эти депиляционные крема, где-то они у меня лежат, один у меня лежит, во-первых, если, да, говорить про депиляционный крем, поверьте, я уже закругляюсь, если говорить про депиляционный крем, во-первых, я, святая наивность, думала, что он проникает в глубины кожи, выковыривает вам волос вместе с этой волосяной луковицей ничего подобного депиляционный крем ничем не отличается от бритья то есть он удаляет только тот волос который уже вылез и ровен с поверхностью кожи то есть использовать депиляционный крем вместо бритья это как по мне поменять шило на мыло поэтому конечно вырывание волос с помощью воска казалось бы говорят да почему волосы не растут долго после обработки воском для меня это где-то недели две это точно то есть недели две волосы в полном шоке и думают что они никуда не полезут больше никогда поэтому две недели абсолютно гладкие ножки вам обеспечены я знаю что есть девушки у которых даже до трех недель доходит а с депиляционным кремом это все отрастает абсолютно так же быстро как и после обычной бритвы поэтому абсолютно нет смысла как-то вот стоять три минуты замерев в одной позе не двигаясь для того чтобы эти волосы у вас там повыпадали сами это во-первых во-вторых у него жуткий абсолютно запах я думаю не нужно никому рассказывать из чего делаются депиляционные кремы я думаю вы сами догадаетесь если не догадаетесь почитайте состав поэтому ну как-то для меня это если честно оно того не стоит вот это гениальная действительно гениальная штука и на вот этот вот прибор я не нарадуюсь все мне кажется я уже вам наболтала огромное количество всего так что присмотритесь к вот таким вот штукам мне кажется что вам должно это дело понравиться так как оно понравилось мне по крайней мере не думайте что это какое-то что-то будет жуткое и вы там я не знаю не перетерпите это на самом деле это все больше психологическое чем физическое все вот такое вот было наверное не совсем стандартное для моего канала видео но мне действительно очень хотелось с вами этим всем поделиться потому что я бы очень сильно рада была узнать о вот этом вот приборе и о вот этих вот приспособлениях до того как я накупила вот это вот все и все это на себя намазала и терпеливо ждала вот лучше бы я сразу начинала с вот такого все спасибо всем большое за внимание удачи вам и творческих успехов пока субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...